В поисках золота и стальны. Меня зовут Дмитрий, друзья, называю Димон, так что вы определяйтесь. На моем канале много чего интересного. Мы с вами копаем, ходим по заброшкам, и не только по заброшкам. Я рассказываю разные интересные истории. Да, есть ролик о том, кто чего нашел, почем продал, много чего. Сегодня будет очень интересная история. Саму идею видео мне подкинул один мой подписчик, за что ему огромное человеческое спасибо. Я долго искал информацию и нашел две версии, так сказать, развития событий. Итак, первая гласит, что в пригороде города Амасии обычный турок увлекался поиском СМД и ходил копать в горы. Хотя лично я не совсем понимаю, как это копать в горах, у нас все-то на полях, но не об этом. История умалчивает, чего он зарыл деду Хабару, но тот помог ему найти 11 удивительных предметов. Первая это древняя бронзовая печать, которая принадлежала самому царю Соломону. В исламе он почитается, как пророк Сулейман. Согласно легенде, печать наделяла Соломона магическими умениями, в том числе способностью понимать язык животных. А также властью над джиннами. На печати есть слова, с помощью которых великий мудрец заклинал нечистую силу. Это мне надо такую тещу в лоб. Чмак. Подробнее об этом написано в Талмуде трактат Гитин. Лис 68. Ну это я про печать, а не про мою тещу. Да, может быть кто-то помнит книгу старик Хатабыч. Именно там кушин, в котором жил джинн, скреплялся этой печатью. Чмак. И все. Печать третьего еврейского царя считалась утерянной уже пять сотен лет. Также была фигурка быка из чистого золота. А вот некоторые люди говорят, что нет, она была просто покрыта золотом. А некоторые пошли еще дальше и говорят, что именно эта фигурка напоминает библийного золотого тельца. Ну может, так я наверное себе его и представлял. Еще было пять книжечек, сделаны они из тисненных листов золота. Чтобы вы понимали, это просто тонкое золото и так сказать на нем как бычеканка и надписи. Вот так-то. На этих листах были цитаты из священной книги иудеев Торы. Да, были еще два древнейших экземпляра Торы в металлических переплетах. Но наш герой после того, как нашел все это, поступил как-то не совсем понятно. Так утверждает первоисточник. Вместо того, чтобы сдать все, что нашел государству или музею, копатель решил переправить сокровища контрабандной в Европу. Ну что-то пошло не так. Или кто-то где-то сделал тук-тук-тук. И 3 октября 2017 года в дом к горе-копателю, так сказать, вошли быстро и без стука представители жандармерии. И изъяли все ценности. Повязались, крутили и в бобик. Все, кукин-квакин. Понимаю, кто-то скажет, какой такой бобик. Какой-какой серый, такой с синей полоской. А вот второй источник гласит, что все было совсем не так. Сотрудники правоохранительных органов уже несколько месяцев следили за группой контрабандистов, которые, по их мнению, связаны с черными-черными археологами разных стран. Прям такой синдикат. Накопанные нелегально в Турции и соседних странах с ней древности, они свозили в Амасью. Или Амасью, извините, если не дал ударение. Чтобы оттуда отправить, так сказать, на черные рынки Стамбула. А там уже за границу. В один прекрасный, солнечный, теплый день, полицейский отряд спецназа совершил облаву на этот притон контрабандистов. И поначалу даже не понял, чего они там накрыли. Но потом, конечно же, они все поняли, от чего нашли, вы уже в курсе. Но представители власти пока точно не знают, откуда еврейские ценности попали к черным археологам. Полиция думает, что они, скорее всего, найдены на территории Турции, в одном из зданий, которое когда-то принадлежало еврейской общине. Или, возможно, появилось у плохих парней в результате разграбления какой-нибудь древней генезы. Так утверждает второй источник. Да, вот лично мне печать не похожа на копанную. Но я-то копаю на полях. Может, конечно, в горах бронза и другие предметы выглядят чуток иначе, если их выкопать. Хотя я очень сомневаюсь. Мне кажется, эти предметы не копаны. Но как бы там ни было, находки просто удивительные. Конечно же, будет экспертиза и все такое. И тогда ученым, будем надеяться, удастся точно сказать, что попало им в руки. Друзья, а как вы думаете, если брать первый вариант, стоило ли вот так рисковать, стоит игра свеч или нет? Ведь теперь-то поисковику светит срок. Может, надо было все проще сдать государству? Лишний раз убеждаюсь, очень большие клады это очень большие проблемы. Лучше немного, но чаще. Да, кому интересно, я делаю этот ролик 15 ноября 2017 года. А когда выйдет, не знаю, как пойдет. Да, друзья, если вы услышали чего-то интересное и хотите об этом узнать, так сказать, более подробно и поделиться с другими, пишите мне на почту. А можно в соцсети, ссылочка есть на главной странице канала. А можно прямо сюда. Да, если вам не сложно, напишите, ролик вам понравился или нет. Только честно. Всего самого хорошего вам и вашим родным. До новых встреч на канале. Пока-пока. Берегите себя.